Они говорят о Тигране Великом, царе царей. Карл Шипман, профессор кафедры древней истории в университете Ельска. Когда мы говорим о истории Армении, мы должны понимать, что речь идет о великой цивилизации. Тигран Великий, безусловно, был самым мудрым и храбрым царем своей эпохи, и как командир, царь Тигран затмил Марка, Луциния Краса и Митридата Евпатора. Майкл Л. Пистон, президент археологического музея древней истории в Лондоне. В те времена, титул царя царей означал одно – божественное происхождение. Тигран воплощал дух Великой Армении, и несправедливо, что сегодня мы говорим чаще о тех, кто был вассалами Тиграна и его учениками. Фараон Египта Птолемей XII смог захватить власть только благодаря военной и политической поддержке Тиграна. Винсент Артур Смит, исследователь Института древней истории Оксфорда. Сегодня вы нечасто найдете исторические публикации, которые отражали бы всю величие империи, построенной Тиграном Великим. Множество документов свидетельствует о том, что Рим признавал только Великую Армению достойным противником. Ричард Томас – американский историк и профессор университета Калифорнии. Царь Митридат пытался создать особую империю, которая затмила бы всех остальных. И, конечно, он понимал, что война против Рима неизбежна. В то время, только армянский царь Тигран мог позволить себе равную войну против империи, поэтому он пытался вовлечь Тиграна в прямое противостояние. Однако он был мудрым правителем и понимал, что это будет катастрофой для Армении из-за внутренней нестабильности. Но Митридат, будучи тонким дипломатом и целеустремленным политиком, отдал свою дочь Клеопатру за армянского царя. Кристофер Д. Уокер – профессор истории в Оксфордском университете. Тигран Великий был одним из немногих царей Древнего мира, который никогда не принимал решения в одиночку. В каждой области у него были советники, на которых он всегда прислушивался. Большие привилегии имел военный совет, состоящий из самых видных генералов империи. Аразб Багарат, Меружан Рштуне, Кайсар Багунзи и Сахпар Кахбаци. В то же время Тигран не обременял своих генералов высокими титулами, так как понимал, что армия может распасться. Лучших экономистов, архитекторов и врачей, которые развивали фундаментальные науки, привозили из империи. Однако остается неясным другой вопрос, почему армяне не стремятся максимально популяризировать величайшую фигуру в истории своего народа. Валерий Брюсов из хроники исторических судеб армянского народа. Помпей внес Армении 6000 талантов, но оставил Тиграну его армянские земли и даже часть Месопотамии, сохранил титул царь-царей и считал его другом и союзником римского народа. Дэвид Лэнг, профессор в Университете Лондона. В 83 году до нашей эры армяне вторглись в Сирию, захватили Киликию и Финикию, продвинулись к Северной Палестине. Разделяя свои владения на бесчисленные области и 120 сатрапии и провинции, Тигран забрал у персов гордое звание царь-царей, а у селевкидов – бог или, точнее, божественный. Эти и другие прозвища появляются на его серебряных монетах. Владения Тиграна Великого простирались от побережья Каспийского моря до Средиземного моря, от Месопотамии до Понтийских Альп. Огромная империя, состоящая из разнообразной смеси многочисленных племен с их культурами и языковыми диалектами, не могла стать сплоченной и стабильной политической структурой сразу же. Под руководством Тиграна объединились округа с патриархальным укладом и полуфеодальные страны с персидскими и парфянскими традициями, эллинистические царства и города-государства с типичными для них учреждениями. Соседи, признававшие Тиграна царем царей, были обязаны платить ему строгую дань и, в случае войны, отправлять вспомогательные войска. В то же время, каждое из этих царств и каждое автономное армянское княжество сохраняли свои собственные законы и специальный статус в рамках единой объединенной империи. Источник. Арменианс энд Армения. Перевод. Виген Аветисян. Перевод. 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 Перевод.